На территорию племени Вайрак. Это удивительное племя, довольно-таки богатое. Они считают, что их корни пришли из Ирака. И вообще внешне они отличаются от всех темных людей, чернокожих, которые живут здесь. У них длинные волосы, прямые у многих из женщин местного населения. И вы можете посмотреть туда вниз, в эту прекрасную долину, где они сажают кукурузу. Урожай они снимают 2-3 раза в год за счет того, что вода, когда идут дожди, она стекает с гор и орошает эту долину. Их дома они строят по-другому, немножко похожи на казацкие хижины, которые строятся на Дону или по Волгоградской области. Очень интересно. И вообще, говорят, эти люди такие сами по себе интересные. И мы сейчас приехали сюда, чтобы провести среди этого племени служение. Много лет это ущелье стояло заброшенное, запущенное, заросшее всяким вот этим бурьяном. И долгое время никто не обращал внимания на это неудобное для сельского хозяйства ущелье. Но сейчас, как вы видите, в этих вот домиках живет сын пастора. Бог показал мне сейчас очень интересную картину. Этот человек родился в благословенной семье. И как вы заметили, проезжая по Африке, мы видим столько много проклятия, проблем, нищету и прочие недостатки. Но однажды Бог проговорил к этому молодому человеку. Он дал ему откровение взять это место и использовать его для процветания. Он пришел сюда со своей женой, построил эти два маленьких дома. И они начали потихоньку вытеснять и вырубать весь этот бурьян. И когда они стали сажать вот эту кукурузу, которая является главным источником жизни в Танзании, посмотрите, какие красивейшие поля. Посмотрите вокруг. Вот там, на том склоне, они еще продолжают выжигать весь этот бурьян. И смотрите, они расширяют пределы своего влияния, своего процветания. Эти люди более трудолюбивые и плюс номер один, они благословены от Бога через своего отца. И это благословение даже в такой нищей стране оно нашло этого человека. Мы приехали в церковь племени Вайрак. И сзади меня вы видите эту церковь. Там люди уже собрались, приготовили для нас ланч. Но для них уже это помещение маловато. Слава Богу, конечно. И поэтому они настроили кирпичей, обожгли их. И в ближайшее время они начнут строительство новой церкви побольше, которая будет вмещать больше людей. И несмотря на то, что их корни уходят в Ирак, это люди очень дружелюбные, миролюбивые и очень гостеприимные. Посмотрите вокруг, какая красота. На той стороне горы смерть, люди умирают от голода прямо сейчас. Все выжжено. А здесь такое изобилие и благословение. Подсказывают, как в раю. Настолько красиво. Просто вообще процветающее. Похоже, это действительно процветающее племя здесь живет. Садись, где хочешь. Эй, она, она, Фурайсана. Очень хорошо. Очень хорошо. Доброе здоровье сегодня. Добро пожаловать, Василий. Спасибо. Наконец-то мы попали в Африке в 5-стар-хотель. Это обалдеть. Такое чувство хорошее, как в раю. Прохладно. На улице жара, а здесь так свежо, так приятно, прохладно. Это что-то. А кругом так красиво. Зелень. Мы проехали 200 километров. Выжжено, выжжено. А здесь так попадаешь. Как будто это не Африка, а где-то Гавайи. Обитованная земля. Ну, здесь заметно и люди такие более, ну, во-первых, они христиане. И, во-вторых, заметно, что рука Божья на них. Вот как много значит образование. Здесь есть школы, дети ходят в школу, и уже по-другому совершенно менталитет у людей. Казалось бы, ну, племя пусть другое, но менталитет другой. Например, в одних местах ты даешь конфеты детям, и кому она попала, они уже другому не поделятся. Потому что они никогда этого не видели, и, видно, нет этого чувства поделиться. А здесь, когда мы раздавали печенье, конфеты, то старшие сразу же раздавали малышам. Сами лизнут, и нам дают. Это пастор этой местной церкви. Он уже является пастором как 10 лет здесь. У них 70 членов церкви. У них очень такая удивительная церковь. Этот пастор этой церкви, он родился далеко от этого места, в других племенах. Но 20 лет назад он услышал голос в своем сердце, чтобы прийти в эти места и начать служить людям. Он переехал в эту деревню, и в течение 10 лет уже служит этим людям. Когда он пришел сюда, на эту гору, то она была такой же пустыней. И Бог положил в его сердце, начать сажать деревья. И первым, что они стали делать, такие же люди, как и он, начали сажать деревья. Деревья укоренялись, возрастали, образовалась тень, и стала появляться роса. И теперь то, что мы видим, на самом деле, это плод Божьего благословения через человека. Человек засадил деревьями, пришел, климат поменялся, и пришло благословение на эту землю. Нам казалось поначалу, что это так и было, а оказывается, нет. Уже в течение более 10 лет они сажают пустыней деревья и благотворяют эту землю. Люди в этой церкви очень такие успешные. Они в основном все фермеры, работают на своих землях, выращивают кукурузу и продают ее в голодные районы. Практически он говорит, что в его церкви люди не нуждаются, они живут довольно-таки неплохо в Африке. И он говорит, церковь у них дружная и прекрасная. И они также выращивают, кроме кукурузы, они выращивают другие овощи, много оставляют.